всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте вы уж простите подвела я вас немного то видео которые будут выходить сегодня планировались к выпуску воскресенье но человек предполагает а господь располагает случилось непредвиденное чего никто не мог предполагать я отравился я своей жизни отравился три раза прошлую субботу последний первый раз когда мне было 16 лет непонятным для меня винегретом то ли свадьба была то ли еще что то это был день лёжки 5 литров воды из трехлитровой банки от поели все нормально после этого лет 20 винегрет терпеть ненавидел то сейчас его все уже на снова люблю его люблю второй раз где-то в 30-32 года поджелудочную травану может быть даже от алкоголя ребята два дня в лёжке температура любое шевеление этого крыша вот так едет всего наизнанку выворачивает ты уж на этой семье себя уже не осознаешь пласта и так что мама не горю скорую вызывали но ничего откачали нормально хорошо а в эту субботу в эту субботу было 35 летия нашего выпуска омского авиационного техника мы с ребятами собрались ну и посидели в кафешке я звонил звонил спрашивал все нормально все живые меня одного накрыло почему не знаю до дома еле-еле успел доехать кругом на 3 метра против ветра там изо всех дырок прям вообще ужас что творилось короче фарфоровый друг я ему посвятил все ему рассказал вот все что на душе было все выложил вот все что вот внутри меня все ему подарил короче я оттуда не слазил сутки ночью температура 38 и 5 лариска испугалась кинулась аспирина нет что делать водой с уксусом короче оттерла от поила ну и вот вроде как живой так что парни судя по вкусу то что там я дарил фарфоровому другу это был люля кебаб ребята незнакомых местах не берите что-то сделано из мяса лучше берите мясо или шашлык или там отбивную или еще что-то меньше шансов что-то рванетесь но теперь груз с грустным закончили давайте к веселому ребята ответы на вопросы ответы на вопросы решил сегодня совместить во первых это будет да действительно ответы на вопросы а во-вторых постараюсь консолидировать именно вот в одной теме все чаяние вопросы новичков сам вопрос задал его александр казенов наш подписчик в одном из комментариев под видео просто просто даже как-то не пробовал что-то другое как начал смотреть видео по бритью понял что это такая наука что аж страшно не знаешь как чего начать чего купить в общем темный лес да при густом тумане я вы можете попробовал бы да не знаю с какого блока подойти бока подойти к этому вопросу так вот александр все новички которые хотят зайти в тему влажного бритья них у всех куча вопросов я всем бы новичкам посоветовал везде где только они могут на форумах в комментариях под видео везде лезть задавать вопросы спрашивать допускай гуру они может быть и будут казаться туповатыми и нелепыми и неправильными но ребята на то вы и новички чтобы задавать эти вопросы это во первых во вторых но огуром которые нервничают при ваших вопросах я бы посоветовал вспомнить что они тоже когда-то были салабонами и тоже заходили в эту тему и тоже задавали вопросы сегодня же на вопрос александра я постараюсь выдать свою версию она не идеальная она моя кроме моей версии может быть и ни одна и не 10 и не 15 и не 25 и 100 500 других версий сколько угодно я просто выдам тот вариант решения которые мне на сегодня ближе всего вот этим я и хочу поделиться так вообще что же нужно для того чтобы вот так вот просто человеку взять и начать бриться в третьем видео вот в этой теме кому интересно зайдите полистайте я уже рассказывал о бюджетном варианте достаточно просто пробежаться по магазинам и в принципе все что вам необходимо вы за 400 рублей себе насобираете а нашим отцам дедам еще проще было у них был станок лезвие помоток чашечка алюминиевая мыла и причем не для бритья зачастую это или кусок хозяйственного детского в лучшем случае шли вот так вот и брились и не парились какие там пришивы вы о чем говорите авто шейф тройно взял оди колонга и на работу и нормально салфеточки для отпарива ты шо нашел тут этих самых ты чё пролетарий так что это мы сейчас по-богатому то все делаем так вот я бы пожалуй начал не с покупки а изучение основ вначале бы я наверно все-таки пробежался по первым моим 10-15 видео там я достаточно подробно обо всем стихах и песнях рассказывал раскладывал по полочкам объяснял но у кого нет терпения смотреть эти 10-15 первых видео я наверно все-таки консолидирую первое самое основное что следовало бы запомнить новичку как только вы возьмете т-образный станок в руки не торопитесь во первых вам нужно затариться там чем больше сможете взять лезвие тем лучше там 5-10 видов 15 самых разных это вам же и поможет вы так сможете выбрать те лезвие которые на этом станке вас будут брить лучше всего и второе как только вы поменяли свой кассетник на наш ты обратный станок у вас сменился инструмент реза а значит раздражитель для вашего кожного покрова на все смены раздражителей кожа как правило и реагирует и реагирует не очень хорошо она показывает это в виде раздражения так вот чтобы минимизировать все вот эти вот штуки чтобы не было у вас там найти вот этой сыпи там что мне делать куда ломиться ребята не торопитесь и первые там неделю две три сколько вы держите но не больше четырех недель бритесь только по росту волос свою карту роста волос вы определите вот когда будете станком бриться вы это почувствуете очень хорошо каждый человек каждый мужчина должен знать где и как у него растут волосы если с кассетниками вы этого еще не выучили хотя наверняка уже тоже выучили то это очень важно потом когда вы первые три-четыре недели уже закончите бритье по росту вы за это время успеете маленечко наработать технику вы чуть-чуть освоитесь вы поймете как этот станок держать в тема вы идете вот тогда уже можно добавлять движение поперек только эти движения первый проход сделали по росту волос везде по всему лицу вторым движением снова себя намылили уже поперек никаких против забудьте это пока не ваш и опять на неделю две-три как почувствуете что вы уже все с этим обосновались вот только после этого можно спокойно добавлять движение против роста волос и после степо истечения вот этого полу месяца полутора когда вы уже освоили вот эти две позиции вы опять начинаете бриться и уже проходите по росту поперек и против роста волос для чего это нужно все эти три прохода они вам гарантируют максимально лучший вариант бритья но не обязательно это не факт почему люди все разные не стоит этого забывать у кого-то такая щетина у кого-то такая у кого-то такая кожа вот и у кого-то такая есть люди с такой кожей же он может топором побриться полоснуться холодной водой и пойти себе дальше ему нафиг вот эти все примочки нужно есть такие есть не понимать этого это глупо но есть такие люди которые не могут себе такой роскоши позволить у них такая кожа такая щетина поэтому скажем так за все это время вы дадите кожи адаптироваться к этому новому способу бритья и она вас его уже будет принимать более благосклонно это еще один момент так что же по поводу станков лезвий помазков вот так примерно я думаю об этом первым шагом предлагаю закрыть вопрос лезвий каждый раз когда у меня спрашивают вадим что вы порекомендуете из лезвий меня это ставит в тупик потому что если бы меня спросили вадим что тебе нравится из лезвий вот на этот вопрос я могу ответить а что я рекомендую тут я ничего не могу сказать ребята потому что чтобы я вам не рекомендовал это не факт что вам подойдет потому что в каждом конкретном случае у каждого отдельного человека предстоит решение треугольника это ваша кожа щетина станок лезвие как только вы удачную комбинацию подберете это и есть вас ваш фэн-шуй это и есть то самое зашибись что вы нашли сами для себя до тех пор пока решение этого вопроса нет вам никто ничего не скажет кто бы вам что не сказал любом случае определенная доля вероятности что вам это не зайдет есть а вот когда у меня спрашивают вадим какие лично тебе лезвия нравится вот на этот вопрос я конечно же могу ответить во первых конечно физер во всех его проявлениях и желтых и черных пачках лезвия одни и те же просто в черных пачках 5 чтоб желтых 10 вот и все отличие ребята внутри одно и то же самое лезвие зеленая дерби мне она тоже нравится тоже заходит она не такой острый как физер но тем не менее она средне мягкая и в принципе то достаточно комфортно для меня персона лап и в американская израильская какую я только не пробовал все мне великолепно подходит разница между и израильской американской американская наверно все-таки как-то вот поострее для меня выходит израильская помягче то есть вот тут как-то знаете золотую середину искать но в любом случае мне понравилось это это поэтому тут я сказать что вот это больше это меньше среди них двух я не могу трид платинум достаточно острые лезвия лично для меня и в принципе они мне зашли я думаю что это вот в моей классификации от середины ну скажем так если за середину взять ну допустим астру то от середины но а за верхушку физер вот между ними я бы наверное вот поста поставил трид платинум вот так вот лично они для меня заходят ну астра зеленая ребята супер платинум это как бы причего языцах не мне одному она нравится и достаточно бюджетный и хороший вариант во многих случаях бывают варианты что не срабатывает но опять же не у всех и не всегда лично у меня была один раз всего осечка это в меркур прогресс лонг а нет в 89 в 89 она мне не зашла ни под каким соусом то есть для меня это был полный аншлаг единственный случай когда не зашла во всех остальных случаях работает на 5 с плюсом полисильвер достаточно острые неплохие селезия очень годный вариант при достаточно бюджетном исполнении поэтому как вариант попробовать конечно же да стоит моя первая любовь рапира платинум влюбить я их меньше не стал но качество лезвий таково они наверное все таки в меньшую сторону от трид платинум то есть ниже от середины но качество исполнения их таково что я на них практически год просидел и считал их самыми лучшими лезвиями для себя и на что другое даже смотреть не хотелось а потом когда любознательство уже ну по стала побеждать стал смотреть уже по сторонам и серьезно обращать внимание только после этого я стал открывать для себя мир лезвий а целый год с глаза застила именно вот этими лезвиями хороший достойный продукт при условии конечно что если вы возьмете не фейк для того чтобы этого не делать берите в централизованных больших супермаркетах они с фейками не работают потому что у тех мелкие партии они берут только большими и стараются у производителя типа ашаны и же с ними старайтесь смотреть там жилет платином очень 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 приятные годные для меня лезвия средние острые средние мягкие и вот бархатный шелк знаете вот какой-то мягкий ход это именно теле за которые вот помогают мне все вот это ощутить очень нравится очень хорошо wilkinson ford пока более определенные более конкретные о них сказать не могу и прямо так не могу сказать что вот нравится все вот это тоже рекомендую но тем не менее что-то в них такое было что заставило за них зацепиться обратила на себя какое-то внимание я буду в них еще разбираться но пока пока лезвия зачетные пока лезвия мне нравится будем с ними еще работать вот это все те лезвия которые я рекомендовал бы взять новичку дабы из всей вот этой палитры выделить именно 1 2 3 4 5 те которые будут нравиться именно вам вот с таким подходом вы очень быстро найдете то лезвие которое вам нравится но ребята имейте в виду что каждый раз когда вы будете ставить новое лезвие вы будете менять характер бритья как следствие ваша кожа будет бунтовать ваша щетина будет бунтовать и возможно даже какие-то проявления раздражения не паникуйте терпите и каждому лезвию давайте хотя бы не один шанс а 23 если после третьего не зашло ну знаете тянет серпом по яйцам то есть раздражение вообще не в кайф ну тогда конечно это не ваше лезвие просто убирайте переходите на следующее но с одного велик шанс что вы не разберетесь но вполне логично после лезвие конечно разобраться со станками ребят на первом этапе прежде чем вы еще сами для себя не решили стоит ли вам заходить мир важного бритья вот именно с таким способом или как то опасаетесь или у вас есть еще какие-то сомнения или еще что-то ребят в любом случае если у вас внутри еще это не окрепло не стоит спешить достаточно обратить свой взор на любые станки которые продаются вашем доступе это может быть или какая-то палатка где есть отдел бытовой химии там обязательно найдете нечто подобное или это может быть какой-то маленький магазинчик или централизованный магазин где вы всегда сможете найти вот такие станки типа рапира типа шик они недорогие это вопрос всего лишь 150 200 рублей но при всей своей дешевизне кажущейся это вполне годный отличный замечательный инструмент которым можно получить великолепного дельфина бильярдный шар и вы будете просто довольны при условии что если вы будете использовать тот метод по лезвиям который мы только что говорили выше для начала вот это просто бомбезные отличные станки не надо вам никуда ломиться там за 2 3 5 10 15 тысяч что-то смотреть что то есть что-то себе искать потому что вот это решение вопроса на начальном этапе более чем зачетное это обыкновенные двухсоставные станки и рапира и шик сюда еще могу добавить металлический лорд и и же с ними ребята это это просто бери и бейся по агрессивности они где-то схожи ну ближе к 89 или чуть ниже скажем вот так то есть для первичного такого варианта это более чем по качеству пластик вполне себе достойный некоторые пластики живут уже и не один год и в принципе то и бреют и бреют так что тут пожалуй можно грешить только на внешний вид но ребята за 200 рублей еще на ней на внешний вид как-то там сильно внимания то обращать но я думаю это не наш случай поэтому для начала вот это великолепное отличное решение если же вы все-таки вам плетит покупать пластик даже для начала если вам это как-то там знаете не по фуншую более продвинутый более навороченный более кошерный великолепный материал для новичка да и для продвинутого того же потому что по сути яки сделали аналог 89 головы но сделали его так что отличается от 89 кратно за счет того что он чуточку тяжелее за счет того что у него более массивная ручка имеют другую насечку он остался все таким же трехсоставным и голова его полностью ну практически полностью копирует 89 голову а вот за то что сделали другую ручку они центра тяжести смотрите не потеряли он какой был такой остался но разве что чуть 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 смещен в сторону головы но это не суть это ничего страшного но руке он кажется более тяжелым ребята как он бреет он бреет просто великолепно так вот если вам пластику в принципе не подходит 900 рублей 15 баксов я думаю это ну в вашем случае решение вопроса как и для более таких продвинутых пользователей потому что качество у станка отменная я тут специально не упоминаю не дешевые бабочки не вейши и не прочее 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 ребята потому что я точно знаю какие бы вещи какие бабочки вы не брали рано или поздно вам это станет поперек горла вы броситесь искать нормальные танки потому что бабочки не все мягкие мягкие станки мало кому заходят это 5-10 процентов от общей массы людей поэтому лучше уж сразу взять что-то такое чем если не этот но тогда можно хотя бы копию футура или еще что-то посмотреть как вариант если говорим за начальный этап за небольшие деньги вот ну а теперь давайте обсудим среднюю ценовую категорию если вы новичок который уже обкатался на предыдущей категории думает что взять дальше или вы новичок который способен заплатить начальный инструмент чуточку больше чем мы говорили в предыдущем случае и тем не менее иметь хоть какую-то гарантию что он не проиграет в инструменте ребята вот те станки которые хочу показать это не единственная панацея сюда можно было бы добавить еще и два и три и пять и десять и много всего но мы говорим она скажем так не ну да о начальном этапе это что даст наименьшую вероятность осечки вот все эти станки которые перед вами лежат они не абсолют есть люди которым они тоже не нравятся но процент этих людей бесконечно стремится к нулю если говорить допустим за роквелл вот сколько я общаюсь с этим роквелл на сколько парней отписали я всего встретил по моему три или ну не больше пяти человек кому роквелл не зашел и люди от этих станков избавились а с другими станками картина кардинально другая если говорить за прогресс то но тут еще меньше по прогрессу я знаю там у двух трех человек кому прогресс в принципе то не зашел по паркеру по паркеру я пока сказать не могу потому что это все-таки новинка но тем не менее это такой же регулируемый станок как и все остальное как и эти все поэтому вот я их сюда и причислил и если вы готовы остаться с суммой от 60 до 100 евро тире долларов то пожалуй вот это будет один из лучших вариантов пропал роквелл в принципе во всех его проявлениях что касается номера 6 будете брать в нержавейке или будете брать вот такому целуме новом варианте и с хромом или metal gun решать вам но бреет он и там и там великолепно замечательно единственная разница будет в покрытии материале изготовления качество станка само неизменное если же вы будете брать усеченную версию на одну плиту там первый третий номер скорее всего будете пользоваться только третьей плитой если вам ее хватит то вы попали в десятку вы счастливчик а если вдруг не хватит тогда вам придется заморачиваться и думать за большую агрессивность а ее дает только шестерка так что вот ребята двойка и и не дает тут уже сами думаете сами решаете что касается прогресс long mercury к сожалению к сожалению все чаще и чаще стали появляться новости что хваленое немецкое качество все больше и больше дает сбой чаще стали появляться станки вот именно эти станки где позиционирование лезвия проходит но не так чтобы изжачно есть он ребята которые писали что вообще на полтора миллиметра лезвия смещается и каждый раз его укладывать нужно плюс ко всему есть люди которые пишут что нижняя трещотка работает не совсем корректно что-то там у них сбивается что-то там у них неправильно работает ну и про скользкость самого станка тут им ховая у меня он не скользит но есть люди которым скользит поэтому ну скорее всего так оно и есть ребят я всего этого не подтвердить не опровергнуть не могу потому что у меня слава богу беспроблемный станок он без косяков здесь нет ничего такого чтобы лезвия позиционировалась неверно или трещотка работала неправильно для того чтобы трещотка работала правильно я единственное что делаю это не забывая совмещать вот эту вот риску на верхней плите вот с этим треугольником если вы сделаете наоборот трещотка будет работать но неверно будет идти градация а если я совмещаю вот эти вот риски все вместе и закрываю то после этого у меня все работает просто великолепно и может быть я счастливчик да у меня действительно все нормально но тем не менее если качественный если хороший все же я могу рекомендовать этот станок но ребята будьте внимательны если вы заказали у производителя или где-то еще и вам попался но что лезвие криво выставляется или трещотка работает неправильно ребята тут же обращайтесь к производителю и фирма серьезная должны в принципе вопрос то весь решить ну а за этого хлопчика красавчика я вам еще сказать ничего не могу потому что мы будем только им еще биться он еще в обзор только пойдет но судя по той информации которая плавает сети станок годный станок зачетный с хорошим качеством и поэтому так ли это я узнаю совсем скоро но при воре тем не менее еще возможно включить его в этот станок потому что те десятки людей мнения которых я прочитал сети я думаю не могут врать если они все-таки предположить верны то вот этот станок здесь вполне себе может тоже быть вот и со станками разобрались помазки если так упростить и достаточно просто и утрированно человеку который вообще еще ничего не знает поддать этот материал то пожалуй можно сделать это вкратце помазки делятся основное по материалу изготовления а потом уже пошли нюансы типа как размер помазка форма узла и прочее прочее что касается по материалу материал самый простой который может быть по мазках это барсук следующий идет это метисы это барсук смешанный с кабаном лошадь лошадь смешанная с кабаном барсук смешанный с лошадью то есть сам вот эти вот всякие штучки дрючки делают и потом уже дальше уже идет барсук барсук тоже так же делится внутри по нескольким категориям но этим я вам сейчас не буду забивать голову хочу лишь сказать что кроме вот тех материалов которые он сказал обособлена несколько сторонки стоит еще синтетика так что же брать новичку если вы хотите достаточно упругий хороший массаж если вы хотите чтобы вам размяло так все и при всем при том ну скажем так получить как-то более мощное ощущение того что вы что-то на лице сделали конечно же есть мысл подумать о кабанчике о каком кабанчике ну 1305 это притча во языцах но тем не менее очень часто последнее время стали появляться вопросы о том что он хомячит о том что он что-то кому-то не додает хотя этот помазок у меня отыграл достаточно хорошую службу до сих пор он не заходит и нравится не только формой своего узла но и ручкой достаточно бюджетное неплохое решение могу ли рекомендовать да конечно плюс ко всему за последнее время еще появились вот такие вот интересные вещи как вот помазочек от омеги посмотрите это тоже кабанчик ребята это тайсон тайсон мире помазков он вам так даст на по шарам что мало не покажется это упругая мощная великолепная вещь это монстр который отработает на 6 сек и при всем при том все эти помазки объединяет невысокая стоимость самый дорогой из них если мне память не отшибает это вот волшек у него что-то порядка 12 и 13 фунтов стерлингов все остальное дешевле 13 евро 7 евро это тоже что-то 78 евро что-то типа такого плюс ко всему у помазка есть еще великолепная особенность можете прятать заначку трц ну суда косарей 10 то если мелко сворачивать всяко разного идет шучу за одним можете посмотреть как хорошо покоится узел я думаю такой узел точно не должен рассыпаться следующий мой старый добрый знакомый это волшек 404 сейчас он у меня конечно в любимчиках не ходит потому что слишком много помазков стало появляться последнее время которые и по качеству и по своим ходовым ттх и по всем остальным параметрами парня превосходят но на начальном этапе если допустим вы не готовы еще расстаться достаточно приличной суммы это один из вариантов не самый лучший но один из вариантов не смотрите на его чубчик кучерявый это его подстриг чтобы сделать вот такой вот просто как ну весло что ли но тем не менее у него первое первичная стрижка была другая вполне себе годный вполне себе зачетный с отличным хорошим качеством подхомячивает пену да к нему нужно будет время от времени проявлять внимание чтобы он этого не делал но тем не менее годный отличный вариант если вы не хотите скажем так экспериментировать и сразу попасть в десятку но при этом не платить много денег ребят ну вот по мазоку яки недорогой вот по ценовой категории они примерно одинаковые там что-то в пределах может быть 6 8 долларов евро но тем не менее вот смотрите этот европа поближе а этот китай подальше вот примерно вот этот тайсон а этот тайсон разделить на 2 это вот тайсенок полутайсенок вот такой при очень даже неплохом качестве то есть вот это вот то что можно посоветовать на начальном этапе именно вот из такого материала синтетика ну если просто на словах то в принципе уже наверно понятно из самого слова синтетика что это помазок не из натурального материала а из синтетического ближе к ручке он весь такой грубенький а ближе к окончанию своего узла она же мягкий закосом под колонок как у барсука для того чтобы в принципе понять зачем вам этот синтетика или надо не надо вообще вот ваша не ваша ребята предлагаю просто посмотреть что-нибудь недорогое один из первых вариантов с которым я познакомился это омеговская синтетика за 6 евро есть обзор на нее ссылочку дополнительно если хотите размещу в описании видео но в принципе без ссылки вы найдете с брач она во многих магазинах есть 6 евро это вообще не цена для помазка и при такой цене он показывает очень 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 достойный вариант что до других его соратников то они уже из китая в китае ребята хоть где с косметик хоть яки предлагают достаточно достойные помазки очень приличного качества за небольшие деньги поэтому прежде чем перейти каким-то дорогим моделям и там платить бешеные бешеные деньги от 20 30 евро и выше ребят но просто предлагаю начать с них там уже определитесь надо вам не надо и будете уже знать думать вам за них на будущее или нет а может быть на этом и успокоитесь барсучок почему я взял вот этот не самый дешевый ребята нравится нравится по фактуре по степени работы по ручке но прежде чем перейти вот таким каким-то дорогим вещам если вы все таки думаете за барсука и не готовы еще расстаться с приличной суммой то принципе есть как вариант можно начать именно вот с тех которые сейчас проходят по линии китая это диез косметики яки в принципе вполне достойны в принципе нормальные хорошие барсуки за достаточно неплохие деньги потом же когда вы уже с этим чуть-чуть познакомитесь да у вас будет вариант перейти уже на что-то более серьезное того же зенита или других компаний которые предлагают в сегменте барсуков англичан и прочего прочего кто хочет сразу же без скажем так без подготовки перепрыгнуть дорогой сегмент ребята прыгайте пожалуйста я вам просто предлагаю постепенно внедриться в тему с чего-то недорогого с неплохим качеством как поступить естественно решаете вы сами ну вот разобрались и с помазками с лезвиями разобрались где их брать да и у нас в теме там пацаны часто ссылки дают и на станки и на лезвия тут ресурсов полным полно и бы алиэкспресс наши магазины страницы ввк полным полного на ганза в конце концов пошли там у кости косанули всего да и все там ух мама не горю всего навалом вы только вопрос задайте пацаны вас засыпется им этим делом 87 видео его посмотрите обязательно потому что там ссылки под видео и там очень-очень много полезных магазинах по которым можно пройтись посмотреть со станками со станками вроде бы тоже определились почему именно эти станки я вам уже сказал помазок какой помазок взять тоже решать вам но тут я все-таки буду придерживаться своей прежней точки зрения которые вы выразил 87 видео хоть какой-нибудь возьмите просто возьмите вам нужна точка отсчета чего отталкиваться вы еще не знаете сами что вам нравится поэтому возьмите хоть что-то и вы будете уже дальше понимать какую сторону вам двигаться если не хотите заморачиваться пошли ближайший магазин за 50 100 150 рублей купили любого китайца на пару-тройку раз побриться вам его вполне себе хватит хотите чуточку заморочиться мы пошли в литуал там за 500 рублей за 700 рублей взяли шик или им подобных спокеры тоже везде продаются на какое-то время вам и их хватит ну а если уже там дальше больше дальше больше тут в вашем распоряжении наши магазины и страницы ввк и ганза и алиэкспресс и ибэй и не зибэй там всего вот так вот много на валу так что разберетесь в любом случае после того как вы возьмете помазок не забудьте пожалуйста об одной маленькой вещи каждый помазок буквально каждый нужно подготовить бритью но готовить каждый помазок нужно по-разному если у вас руках самый простой случай синтетика готовить его вообще элементарно просто нам его нужно просто помыть потому что это синтетический ворс там ну можно и не мыть конечно но лучше все-таки помыть потому что во время производства мало ли там пыль какая-то прилипла производства или еще что то для того чтобы помыть просто достаточно пару раз забрать мыло и взбить в чашу и дать ему высохнуть все моем понимании это станок уже будет чистый кто хочет заморочиться там перекись водорода там еще чем-то промывать там шампунем ребята это на ваше усмотрение я считаю что вот такой вариант для меня более чем достаточный если же мы берем помазки из натурального ворса вот тут все маленечко сложнее натуральный ворс он и по фактуре другой нежели синтетика ну и как правило там производители бывает такое что где-то его не сильно хорошо помоют где-то там красочку какую-то добавят ну там всякое бывает я не знаю что бывает но я знаю что если взять этот помазок новый поставить стакан не горячей воды кипяток нам не нужен возьмите где-то примерно 40 50 60 градусов вот в этих пределах и просто опустить туда на 30 40 минут и оставить его там пускай он впитает воду пускай набухает и за это время то все лишнее дерьмо красочка то есть 5 10 она уже начнет отваливаться все не уйдет это мы еще займемся этим но она уже начнет отваливаться и после этого посмотрите стаканчик как правило он мутный зависимости от того чего мы там убрали он может быть или просто молочно-мутный или коричневый мутный ну чаще он такой коричнево-мутный потому что ну барсука закос бывает что там вот да и здесь подкрашу дать то или по каким-то другим причинам я не знаю вот именно с барсуков такой коричневый оттенок уходит такая вода полчаса отмок вытаскиваем промыли его хорошо после этого спокойно можем брать любое мыло которое у вас есть не обязательно добрите можете взять хозяйственное можете кстати хозяйственно даже многие парни практикуют рекомендуют почему хозяйственное мыло мы привыкли к нему относиться так через губу так знаешь пренебрежительно наплевательски ребята но этого не достойно хорошая хозяйственное мыло но он не только там как она так что я вот не знаю всей вот этой подноготной но знаю что люди которые в теме вот эти вот маловары то все они очень даже уважают это мыло не знаю насколько она будет стерилизовать но отмывает ребята она ой-бо-ёй как будь здоров даже вот с таким мылом не хотите с хозяйственным заморачиваться не надо взяли обычное мыло набрали этот помазок набрали его но сделайте хотя бы движение 70-100 чтобы вы его прям найти видно было что вы до ручки его пропитали уходите в любую чашу неважно какую есть у вас чаша нет чашу он пошел на кухню пиалку взял и в чаши подбивайте нам главное эту пену внутри помазка погонять чтобы там волосики вот так вот между собой пошарошились вот это вот все там поотмывалось там повасик-васикались друг с другом и вот так вот когда мы стираем как берем вот так вот то же самое мы сейчас и будем делать когда вот это все повозюкали после этого возьмите просто и промойте помазок поставьте его сушиться сохнуть ему лучше бы не меньше суток двое мы не знаем с вами какой там узел внутри сокнуть его обязательно узлом вниз чтобы влага в сам узел не попадала чтобы узел тоже был всегда сухом состоянии поэтому пару дней это просушить и можно процедуру повторить но уже без замачивания в воде замену замачивать все равно нужно будет я имею ввиду на 40 минут не надо поставили на пять минут пять минут вот так выше крыши на пять минут замочили и опять ту же самую процедуру с мылом если у вас тяжелый случай и к вам пришел барсук знаете с таким ядреным хорошим запахом барсючачины кабанятины псенятины шеленятины назовите как хотите но все поняли о чем я говорю ребята у вас тонкое обаяние обоняние но заморочитесь заморочились нужно будет найти шампунь глубокой очистки как правило в магазинах его проще всего найти там прийти девочкам сказать вот у меня там кабель или сучка потекла вот там как вот отмыть хочу чтоб там не пахло они вам такое обязательно порекомендуют ну а если те кто без особых изысков вот как я например мне этот запах что есть и есть я знаете на него сильно то внимание обращаю конечно он не может нравиться но это точно знаю что не после этого после следующего бритья он уйдет поэтому я сильно не заморачиваясь шампунь глубокой очистки перекись водорода да они очень хорошо и сильно помогают с помазками разобрались барсуками маленько рассказал по поводу кабанов ребята вы взяли кабанчика замечательного прекрасного кабанчика вы от всех слышали что он такой заморчательный такой классный такой обалденный а у вас какой-то дуб ломовой и прямо все не так и все не так ребята кабан это кабан он он как хорошее вино сразу после покупки он всего себя не покажет ему нужно поработать его нужно поднять маленечко и не это самое главное в процессе работы каждый раз когда вы будете пускать его в дело вы обратите внимание когда вы взяли нового кабана у него волосики ровненькие хорошенькие только-только он с конвейера спустили он все блестит краска смотреть противно возьмите уже ветерана бывалого который уже и крым и рым прошел который ни в одном бою побывал и тут медали тут во все пузо тут вообще тут кончики уже расщепленные у него есть свойства он на конце кончики так начинает сечься и он уже не прямым концом рубленным заканчивается а таким знаете как розочкой разъехленной вот это только та кондиция в которую любой кабан должен рано или подно прийти и вот именно в такой кондиции когда человек говорит что вот этот кабан хороший скорее всего он имеет ввиду это состояние потому что сразу вот только пришел новый кабан он таким априори не может быть так трудно сделать то есть ему нужно поработать обмяться прийти маленько в годное положение что же касается метисов смеси барсуков с чем-то смеси лошадей просто лошадей ребята тут на все ваша воля на все ваше усмотрение я не считаю что это лучшие варианты потому что специализированное она всегда лучше чем универсальное смеси эти добавляют чтобы как-то приблизиться к допустим хорошим барсукам но это не срабатывает лошадиные лошадиные варианты ну в принципе да они хороши но хороши тем людям кто любит мягкие помазки не совсем сопля но мягкие бывает что у львей такая деликатная кожа ему все вот эти вот жесткие варианты не подходят вот все что есть ему это жестко вот тогда есть смысл рассмотреть лошади если вы будете искать лошади в вилонгов очень хорошая линеечка и можно к ним обратиться и у них посмотреть ну и по помазкам вроде разобрались что нам еще понадобится салфетка для бритья ребята у вас может быть фирменная ту его кучу рублей а может быть ничего если у вас ничего не спешите магазин попросите любимую солнышко дай-ка мне там махрушечку какую-то какая у тебя там лишняя есть возьмите то полотенце которое будет у вас закрывать махровое почему махровое ребят после недавнего знакомства с махровыми делами я сейчас сторонник всех этих вариантов она создает лишний объем и лишнюю плотность она убирает больше воды и когда ты прикладываешь полотенце к лицу если у тебя махровое то чувствуешь броню броню из материала и воды как термос она держит если у тебя полотенца тонкая куда-то ближе к вафельному стремится то это броня тоже есть но она тонюсенькая это все равно что ты фольгой прикрываешься хотя перед этим у тебя там допустим было стали три миллиметра то есть разница как бы все равно есть поэтому лучше прострелить легче то или это ну вот так вот и судите в любом случае все эти дела вы можете найти дома и специально заморачиваться сразу бежать магазин не нужно пришли ребята забудьте на первое время пока вы еще не определились вам это все нафиг не надо пришли да это хорошо но это все потом а сейчас допустим сделать тот же самый пришли но он пошел в аптеку глицерин взял намазал на лицо вот тебе пришли даже не надо в аптеку ходить то самое мыло которое ты взял возьми лицо чуть-чуть смочи капельку и раза три по лицу вот тебе пришли суть пришли к чему она сводится к одной простой вещи волосы это ну как ну не костяное образование протеина это скопище протеинов и нам нужно их срезать а чтобы их срезать нам нужно сделать и более податливыми а что ты лучше можешь делать чтобы сделать вот это протеиновое скопление податливым конечно увлажнить так вот для этого пришли вы наносите мылом пришли лицо намочили процесс пошел вы взяли это мыло она уже распределяется и она уже работает потому что вы же его не смываете а нужно лице две-три минуты держите вот она с волосами то и работает все по пришею вы закрыли мыло ребята мыло какое хотите такое берите пофигу вот совершенно слова совсем вы можете взять как он в третьем видео я рассказывал пойти магазин там книг крем за знахарь за 30 рублей взять или ту же самую флорену или арка за 50 60 70 рублей вы побреетесь великолепно вы можете заморочиться и взять проразу целую или многими любимая табак тот же самый отличный великолепное мыло но не чуточку дороже будут стоить поэтому смотрите сами вы можете отдать ту кучу денег и взять там какой там дорогущая английская или итальянская да можете поступайте как вы хотите но берите любое потому что вам нужно от чего-то опираться нужно чего-то идти поэтому что возьмете с тем и будете бриться по станка мы поговорили по лезвием поговорили по по мазкам тоже авто шейф тут достаточно сильно превалирует им ховая часть тут нельзя сказать что вот это хорошо вот это плохо тут я думаю вы сами сориентируйтесь потому что если вы были допустим перед этим на кассетниках наверняка автошейф какой-то остался поэтому глупо вам сейчас что-то говорить за автошейф тем более что это не так уж все и тривиально если взять то допустим посмотреть более объективно на эту с моей не объективной стороны картину то получается что кому-то нравится бальзамы кому-то лосьоны кому-то фи-фи-фи алкоголь а кто-то без алкоголя жить не может у кого-то кожа жирная у кого-то сухая то есть ребята тут как бы выбирать самим и смотреть вам поэтому вот такой будет мой ответ александру по поводу того я бы иначе только не знаю с чего вариант номер один ты проходишь по окружным магазинам собираешься за 400 500 рублей и начинаешь бриться что собирать я в этом видео уже рассказал вариант номер два ты хочешь чуточку больше себе позволить ты человек другого склада у тебя не только характер но и кошелек позволяют взять что-то другое тогда да тогда можно пойти по второму варианту и заморочиться уже на вторую группу станков которые сегодня показал и попробовать с них почему я уже объяснял если вы забыли напомню ребята эти станки сводят к минимуму то что они вам не зайдут то что они вам не понравится именно из-за вариабельности их именно из-за того что агрессивное бритья у них регулируется вот из-за этого эти станки наиболее универсальны со временем я не исключаю того что вы после этого станка перескочите на что-то другое попробуйте это попробуйте это ребята без проблем пожалуйста спрашивали с чего начать и он посоветовал самый простой и средний вариант но как идти дальше или вообще смотреть ли за помазки и за станки за 150 200 300 500 евро ну это я думаю уже и без меня разберетесь там сами посмотрите чё к чему но что касается этого видео парни новички что смог ответил но кто продвинутый на канале ребят не судите строго это всего лишь мое мнение и если у вас есть с вашей точки зрения что добавить что сказать будь ласка пишите в комментариях потому что всех новичков буду отсылать к этому видео и где как не в комментариях под этим видео этим самым новичкам и помогать чтобы они хоть знали это чё в мире бритья делать а то что их шугают порой на форуме но это не в новость это это да это есть ну давайте хотя бы здесь их не будем шугать и будем им помогать ну вот как то так а на этом разрешите с вами попрощаться сейчас уже будет бритьё новым всем добра счастья радости берегите себя берегите своих близких дай вам бог здоровья и ребята не жрите чё попало блин погано это состояние два дня в лёжку вот так думал не выжил но выжил нормально все хорошо все пока пока с вами был я вадим до новых встреч а